Дорогие друзья, хочу сегодня с вами поговорить об важности антиоксидантов, особенно о формуле 3 и стойке чистоты. Я думаю, эта тема вам будет очень важна и нужна. А про антиоксиданты, наверное, сегодня нет ни одного человека, который бы совсем ничего не слышал об этих природных веществах. Но вот точно знаю, что знаний нам не хватает. А между тем, это очень крайне важная тема. Можно плохо разбираться в минералах, витаминах, в каких-то диетах, не подозревать о вреде дисбактериоза, но вот об антиоксидантах нужно и важно знать. Дело в том, что антиоксиданты это универсальные защитники наших клеток. Можно даже сказать, что антиоксиданты это невидимая вторая оболочка клеток, которая защищает их от постоянного агрессивного воздействия химических окислителей. Что это за окислители и почему от них нужно защищаться? Это и есть главный вопрос, на который нам нужно ответить. Как только вы это поймете, у вас отпадут все сомнения относительно необходимости антиоксидантов. Для начала несколько вопросов. Почему все боятся радиации? Почему большинство используют солнцезащитный крем на пляже? Почему при инфаркте или инсульте часто закупоривается всего лишь один мелкий сосуд, а гибнет огромная часть сердца или мозга? Почему после перебора алкоголя болит весь организм? Почему при вирусной инфекции мы часто ни рукой, ни ногой пошевелить не можем? Почему мы плохо переносим некоторые лекарства? Почему сегодня все говорят о необходимости очищения организма? И что это за шлаки, мешающие нормально работать нашим органам? Почему вообще это все происходит и в чем причина? Где-то больше, где-то меньше, но во всех этих случаях главной причиной гибели клеток и связанных с этим проблем со здоровьем являются окислители. То есть химические вещества разной природы, которые образуются при повреждении или гибели клеток в силу любых повреждающих внешних или внутренних воздействий. Их роднит одно. Как и все окислители в природе, они являются неполноценными молекулами, которых не хватает атомов в молекуле. И они стремятся захватить эти недостающие атомы у любых находящихся рядом структур, которые в результате такой экспроприации либо гибнут, либо сами становятся окислителями. В организме человека окислители отбирают атомы у наших клеток, буквально разрывая тех на части. Но кроме различных повреждающих воздействий в нашем организме, есть еще один гигантский источник окислителя. Это дыхание. Прогоняя кислород через клетки, организм получает столь необходимую для жизни энергию, но при этом постоянно играет с огнем. Так как кислород один из самых сильных окислителей в природе. Стоит только произойти какому-то сбою, как одна-две сотни клеток моментально сгорают в окислительном пожаре. Понятно, что природа должна была защитить наши клетки от этой смертельной и вездесущей угрозы. И такая защита действительно есть. И с пищей мы регулярно получаем особые вещества, антогенистые окислители. Они так и называются антиоксиданты. Накапливаясь внутри клеток и вокруг них, они блокируют окислители, не допускают их контакта с клеточными структурами. Тем самым поддерживается целостность клеток, их нормальная работа, а также удлиняется их срок службы. Ну то есть, грубо говоря, благодаря этому мы с вами будем дольше жить. Возьмем, к примеру, широко известный витамин Е. Все вокруг от врачей и докосметологов говорят об огромной пользе данного витамина-антиоксиданта и рекомендуют употреблять витамин Е постоянно. Почему? Давайте попробуем разобрать функции витамина Е. Витамин Е тоже полезен для костей, витамин А для зрения, витамин В12 для кроветворения. А витамин А для чего нам нужен? Оказывается, что какой-то главной функции у него нет. Все очень важные и крайне разнообразные. Противоопухолевое и противовозрастное действие, защита сердца печени, поддержание сексуальных функций молодости кожи и много-много чего еще другого и такого же важного. Как может быть такое потрясающее разнообразие у одного единственного витамина? Все объясняется очень просто. Витамин Е один из самых активных и универсальных антиоксидантов. А поскольку окислители угрожают любым нашим органам и тканям, то и сильные антиоксиданты будут защищать и поддерживать также практически все клетки. Отсюда и широта действия витамина Е и всех других антиоксидантов, таких как витамин С, витамин А, флавоноидов, селена, ликопина и многих других. Если антиоксиданты так важны, то где же их взять? На 99% извне в готовом виде, либо вместе с полноценной пищей, либо в составе биологически активных препаратов, так как антиоксиданты в нашем организме практически не синтезируются. Конечно, есть в нашей клетке специальные антиоксидантные ферменты, но проблема-то в том, что они не будут работать без поступления в организм антиоксидантных минералов, таких как селен, марганец, цинк и медь. Итак, еще раз повторим, что антиоксиданты в организме не синтезируются. Во-вторых, они не способны накапливаться и нельзя наесться антиоксидантами на месяц вперед. Отсюда следует важнейший вывод. Каждый день мы должны обеспечивать поступление антиоксидантов в организм. Сразу напрашивается вопрос, а почему природа не наградила нас возможностью самостоятельно синтезировать антиоксиданты, раз они такие важные для нашего здоровья? Ответ на самом деле, ну очень прост. Значительную часть антиоксидантов живые организмы в принципе не могут синтезировать. А речь идет о таких минералах, как цинк, медь, марганец, селен. То есть этого у нас организм не синтезирует. И исторически в пище человека всегда было очень много антиоксидантов, ведь они очень широко были представлены в растительной пище. Поэтому нам в принципе синтезировать антиоксиданты в нашем организме практически необходимости такой как бы и не было. Но начиная с 20 века из рациона человека стала стремительно пропадать растительная пища, а та, что вставала, становилась ну все более и более рафинированной. А значит крайне бедной биологически активными веществами, включая антиоксиданты. Соответственно, чтобы восстановить антиоксидантную защиту, у нас всего два варианта. Первый, значительно увеличить в своем рационе прием таких вот продуктов, как допустим овощи, фрукты, это где-то не менее полкилограмма, еще картофель сюда не входит. Потом граммов 200-300 свежей зелени, 200-300 граммов нерафинированных и необжаренных орехов или нерафинированных злаков. А также очень хорошо несколько раз в неделю добавлять в пищу пророщенные зерна или бобы, нерафинированное оливковое масло, пряности типа куркумы, красного перца, разных видов перца, горошка, имбиря, пряных трав. В принципе, ничего сверхъестественного в таком рационе нет. Но это для небольшой группы компетентных и внимательно следящих за своим здоровьем людей. А вот для большинства остальных остается все-таки второй вариант. Это регулярный прием антиоксидантных препаратов. Но здесь нужно принимать и понимать один очень важный момент. Какие вообще антиоксиданты лучше? Почему, перечисляя продукты, богатые антиоксидантами, был назван целый набор, а не один, два, три антиоксиданта? Дело в том, что химических окислителей, угрожающих нашим клеткам, очень много. И все они очень разные. Поэтому для нейтрализации такого разнообразия окислителя природа предусмотрела не меньшее количество разных антиоксидантов. И чем больше разных антиоксидантов будет пища, тем надежнее будет наша антиоксидантная защита. Поэтому главный критерий качества и эффективности антиоксидантного препарата – это количество и разнообразие антиоксидантов в его составе. Вот таким вот как раз препаратом и является наш комплекс «Формула-3» и «Стоки-частоты» в составе 25 антиоксидантов. И это только категория основных и измеренных по своей антиоксидантной активности компонентов данного продукта. Сюда мы можем еще смело добавлять более 10 других нестандартизированных антиоксидантов в составе экстрактов растений с антиоксидантным действием. И самое важное, что все эти антиоксиданты относятся к разным классам и обладают максимально разным действием. В его составе «Формулы-3» жирорастворимые антиоксиданты, такие как витамин Е, А, бета-каротин, ликопин, которые защищают оболочки клеток, состоящие преимущественно из жиров. Есть там и водорастворимые антиоксиданты, защищающие биологические жидкости организма и внутриклиночное пространство. Это и полифенолы, и рибофлавин, и катехины. Наконец, в составе «Формулы-3» есть полный спектр минеральных антиоксидантов, обеспечивающих работу наших собственных антиоксидантных ферментов. Это марганец, медь, селен, цинк. Кроме того, в составе «Формулы-3» есть целые антиоксидантные цепочки, то есть антиоксиданты, работающие парами или тройками, за счет чего повышается антиоксидантный эффект и не допускается образование токсичных продуктов, нейтрализации окислителей. Например, витамин Е, витамин А и селен, действующий как единый антиоксидантный комплекс. Или витамин С, полифенолы и катехины. Или ликопин, бета-каротин и витамин С. Антиоксидантные препараты, составленные без учета этого каскадного принципа, не только менее эффективны, но и в ряде случаев могут оказать даже окислительный эффект. Именно по этой причине сегодня уже не рекомендуется применение монопрепаратов-антиоксидантов, например, чистого витамина Е или витамина С, что раньше было очень распространено. Наконец, есть в «Формуле-3» и редко применяемые своей дороговизны, но при этом очень важные и сильные антиоксиданты, такие как дигидрокверцетин, ликопин и антоцины. Это все есть в составе «Формулы-3». Так что, дорогие друзья, вот насколько важен комплекс «Формула-3» для ежедневного приема, я думаю, я старалась донести своей информацией. И я буду рада, если чем-то была вам полезна. Я всем вам желаю крепкого сибирского здоровья!